Привет, котята! Меня зовут Игорь, это канал Сдать ЕГЭ, и сегодня мы с тобой приступаем к решению банковских задач, а конкретно задачек на кредиты. Но прежде чем мы начнем их именно решать, давай сначала немного поговорим. Какие вообще бывают задачки на кредиты? Все они в целом похожи, но различаются в зависимости от того, как именно подбираются суммы выплат, которыми кредит закрывается. Итак, исходя из этого, есть задачки с равными платежами, они же называются аннуитентные. Это когда каждый год или каждый месяц, ну короче, каждый отчетный период, вносится в счет погашения долга одна и та же сумма. Это задачи, в которых платежи не равны, но связаны друг с другом так, что второй, например, вдвое больше первого, а третий, там, втрое или в четверо больше первого. Короче, платежи кратны друг другу. Это самые интересные задачи с дифференцированными платежами, задачи, в которых суммы выплат подбираются так, чтобы сумма долга убывала равномерно. Сейчас ты нифига не понял, но потом я тебе объясню, что это означает. Также есть задачи, в которых суммы выплат вообще никак друг с другом не связаны. Мы с тобой будем называть это мутные платежи, мутные кредиты, ну вот просто какие-то рандомные суммы. И, наконец, самые интересные, самые топовые задачки, к которым мы потихоньку подберемся, это задачи с переломом. Когда до определенного момента кредит платится по какой-то схеме, затем происходит некоторое событие, и схема выплаты кредита изменяется. И, несмотря на то, что все это звучит вот так по-разному, на самом деле все задачки на кредиты решаются практически абсолютно одинаково, решаются посредством правильной записи строки, которую я тебе сейчас наконец-то уже и покажу. Давай уже смотреть на доску. Итак, задача, которую мы с тобой сегодня будем решать, выглядит вот так. 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 мультов 930 тысяч в кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая. 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на остаток долга, а затем Сергей переводит в банк определенную сумму, какой должна быть сумма платежа, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными платежами. Окей, я обещал рассказать тебе, как пишется правильная строка в каждой задачке. Давай к этому и приступим. Так вот, в каждой строке мы с тобой будем писать следующее. Во-первых, это будет номер строки, то есть номер того года или номер того месяца, в который у нас что-либо происходит. Можно писать непосредственно год, в который это происходит, а можно его порядковый номер задачи. Вот, например, здесь у нас самый первый год, в который что-либо произойдет, это 2013. 31 декабря 2013 у нас начинается задача. Вот так, что можно написать 2013. Или я бы написал 0, нулевой год. Год, в который все начинается. Что происходит в этот год? В этот год просто берут в долг, а с денег и все, не происходит больше ничего. Никаких событий за 2013, то есть за нулевой год кредитования, больше не происходит и писать мне тут нечего. Однако за следующий год, который 2014, произойдут следующие вещи. Вот, он же первый, да, у нас по счету. Как сказано в условии задачи, 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга. Затем Сергей переводит в банк определенный платеж. То есть каждый следующий год происходит следующее. На остаток долга, а в данный момент долг наш составляет S денег, падает какой-то процент. А мы с тобой в видосе про повышающий коэффициент говорили, что вместо увеличения на сколько-то процентов мы будем умножать на какой-то повышающий коэффициент. Если у нас некоторое число S возрастает, давай напомню тебе, на x процентов, то мы говорили, что мы такую S будем умножать на альфу, где альфа это единица плюс x сотых. Вот умножение на такую штуку как раз таки и будет увеличивать нам нашу S на x процентов, как нам того и требуется. Вот, но это не все, что произойдет в течение этого года. Еще в этот год чувак внесет платеж. Платежи я обычно обозначаю какими-то бэшками, можно было бы начинать и с ашек, но ашки уж больно похожи на альфу, поэтому бэшки. Это все, что произойдет в этом году. В некоторых задачах нам известно, чему будет равен новый долг в результате этого. Это касается задач с дифференцированными платежами, это касается задач с мутными кредитами, где есть табличка, но в этой задаче я не знаю, чем все кончится. Я только знаю, что произошло, поэтому здесь моя строка заканчивается. Итак, что я написал? Я написал изначальный долг, я написал, что с ним произошло из-за действий банка, то есть увеличение его на определенный процент. Я написал, что произошло с долгом из-за действий чувака, взявшего деньги в кредит, конкретно я вычел платеж, который он сделал. И еще я мог бы написать, чему это будет равняться, если бы я знал. В этой задаче я не знаю. Что ж, этот год закончился, я иду в следующий, я говорю, что в следующий год, который 2015 или другими словами второй год кредитования, произойдут точно те же самые вещи. Его старый долг, а его старый долг это Sα-B, увеличится в Альфа раз, согласно условию задачи, то есть увеличится на 10%. После чего чувак снова внесет некоторый платеж, и вот это его новый долг. И я опять не знаю, чему он равен, потому что это задачка с равными, то есть аннуитентными платежами. А они, вообще говоря, самые душные, потому что в них, как видишь, каждая следующая строка становится все длиннее, и вообще в конце меня ждет неприятное уравнение. Но как бы там ни было, наступает 2016 год, он же третий, он же последний год кредитования, в который этот наш, как его там, Сергей, значит, вступается вот таким вот долгом. Sα-B, все это на Альфа-B, он вступает в него с таким долгом. Затем его долг снова умножается на Альфу, потому что каждый год долг увеличивается на 10%. Затем Сергей вносит свой очередной вот этот вот платеж. И что же будет теперь? А вот теперь-то я знаю, что это последний год кредитования, поэтому новый долг будет равняться нулю. Собственно, что я записывал в каждой строке? Я записывал величину текущего долга. Взял в долг S денег, должен S денег. Умножили на Альфу, вычли B, вот сколько ты должен денег. То есть каждая строка описывает, сколько ты должен денег по итогу вот этого, вот этого, вот этого и вот этого года. И если кредит был, согласно условию задачи, выплачен за 3 года, значит, по итогу всех действий 3 лет долг составит 0 денег. Да, все, мы никому больше ничего не должны. И как видишь, в задачках с равными платежами я получаю уравнение, которое можно решать именно в последней строке. То есть все строчки, кроме последней, не являлись уравнениями, потому что в них, собственно говоря, не было знака равенства. В последней строке у меня появляется знак равно, это уравнение, его можно решать. И вот в этом уравнении, хоть оно и не очень здорово выглядит, тем не менее оно вполне решаемо, потому что в нем ведь всего 3 буквы. Это S, Альфа и B. Изначально взятая в кредит сумму, повышающий коэффициент и платеж ежегодный, который всегда был одинаковым. И 2 из 3 я знаю. Я знаю, сколько было взято в долг, 9 миллионов 930 тысяч. Я знаю повышающий коэффициент. Откуда я его знаю? Потому что я знаю процент. Сказано, что кредит взят под 10% годовых. Значит, вот этот X, это десятка. Значит, Альфа это единица плюс 10 сотов. Короче, 1,1. Таким образом, B это моя единственная неизвестная в этой задаче. И я могу совершенно спокойно пойти и ее посчитать. Ну давай переедем на другую доску и там уже все это дорешаем. Итак, мы с тобой узнали, что по итогу 2016 года, который вообще-то был третьим по счету, у нас произошло следующее. S, Альфа минус B. Альфнулось, а потом снова минус B. Потом снова Альфнулось и снова минус B. И мы остались должны банку 0 денег. Давай пораскрываем все скобки и будем выражать B, потому что она и есть то, что у нас спросили. Каков ежегодный платеж? У нас же так спросили. Какой должна быть сумма ежегодного платежа? Окей. Раскроем все скобки. У нас получится с тобой S, Альфа куб, минус B, Альфа квадрат, минус B, Альфа минус B равно 0. И понятное дело, что вот этих всех ребят можно выкинуть в ту сторону на мороз и B у них там вынести за скобку. S, Альфа куб получится у нас с тобой равно B, Альфа квадрат, плюс Альфа плюс 1. Ну и дело за малым выразить B, это у нас соответственно с тобой получится S, Альфа куб, разделить на Альфа квадрат, плюс Альфа плюс 1. И вот давай сейчас сразу небольшое резюме про задачки с равными платежами. Задачки с равными платежами расписываются очень просто. То есть когда мы с тобой расписываем вот эту вот фигню, вот эти строчки, а называть мы с тобой это будем лесенкой, они очень простые. Чтобы написать новую строку, тупо возьми все, что было в предыдущей, умножь на Альфу, вычти платеж, он такой же или он там вдвое больше предыдущего, не важно. Короче, записывать все это несложно. Но пока ты это пишешь, каждая твоя следующая строка становится все больше, больше и больше, и очевидно, что при раскрытии этих скобок потом у тебя нарастает степень Альфы. Потому что на Альфу умножают каждый год, или каждый месяц, каждый отчетный период. И в результате, практически что бы у тебя в этой задачке не спрашивали, но когда ты подбираешься к концу, к уравнению, и тебе уже надо считать, переходить к числовым значениям, начинаются всякие неприятности. Вот ровно здесь наши с тобой неприятности и начинаются. В буквах мы с тобой сделали все, что смогли. Что ж, давай подставлять числовые значения. И очень надеяться, что автор был к нам милосерден, и там что-нибудь с чем-нибудь хорошо сократится. Итак, Эска это 9 миллионов 930 тысяч. Альфа, как мы с тобой договорились, это у нас 1 и 1, да, если х у нас был 10%, то Альфа, которая единица плюс х сотых, это у нас с тобой получается 1 и 1, да. Так что здесь у нас будет 1 и 1 в кубе, а здесь у нас будет 1 и 1 в квадрате, плюс 1 и 1, плюс 1. Кошмар, кошмар, давай считать. Сколько у нас это будет? 1 и 1 в квадрате, это у нас будет 1,21. Если мы потом 1,21 еще умножим на 1,1, мы получим 1, по-моему 1,3,3,1, да, давай проверим. Давай проверим, нам лень считать в уме. 1,21 мы умножим на 1,1. И да, 1,3,3,1, действительно. Так вот, 9,9,3,0,3,0 мы должны будем умножить на 1,3,3,1 и поделить на 1,21, плюс 1,1, плюс 1, это будет 3,21, наверное, 3,31, да. Ну и вот теперь мы, к счастью, замечаем, что все-таки автор оставил нам некоторый шанс выйти отсюда сухими. 9,9,3,3,3,1, да, мы с тобой видим, что эти два числа, они как бы так немножко сокращаются. Можно здесь поставить запятую и сказать, что это мы миллион таким образом отсюда вытащили. И после такого сокращения у нас вот здесь вот останется тройка. Так что это будет 3 миллиона умноженное на 1,3,3,1, да, давай уберем условие, оно нам вроде как уже не нужно. Да, значит, это будет 3 миллиона умножить на 1,3,3,1, 3 умножим, ну вот это получим 3,99,3 миллиона рублей. Ну вот, собственно, это у нас с тобой уже есть ответ. Таким образом, каждый платеж составляет у нас 3 миллиона 993 тысячи. В общем, вот они, самые душные, нудные задачки на кредиты, задачки с равными или аннуитентными платежами. В следующий раз решим задачку, в которой платежи будут друг другу кратны, она тоже будет душновато, но нам надо посмотреть, как она решается. Ну а пока, спасибо тебе, что смотришь, лайк, подписка, колокольчик, учись хорошо, пока-пока.